Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня на обзоре Лидер ПРО. Это продолжение линейки Лидер без приставки ПРО, которая продается уже около трех лет. И я думаю, никто из вас каких-то отрицательных отзывов на нее не слышал и не читал. Действительно, серия первая получилась просто превосходной. Я над ней работал около двух лет. И одно то, что она включала в себя семерку, да, махалку, семерку весом 196 грамм, это просто превосходный результат. И вряд ли кто может похвастать такими характеристиками из других производителей. Но вот время идет. Кое-что мне захотелось поменять в серии Лидер, да, и сейчас вышла серия Лидер ПРО. Здесь главным изменением стала иная технология укладки углеволокна, карбона так называемого. То есть это современные технологии, которые могут исполнить всего там считанной единицы заводов, которые на пальцах одной руки можно пересчитать, которые умеют вообще работать с таким материалом и по таким технологиям. Карбон как и был, так и остается. Это 46 тонн Торей Япония. Вот такая вот укладка дополнительная, да, она дает именно прочность у Дилища более большую, чем была у предыдущего лидера, но при этом не поднимает вес. Это вот что, скажем так, все то, что сейчас... Ну, лучше я не знаю же, что можно сделать, скажем так. Наверное, не существует на заводах. Значит, что еще изменилось? Внес изменение во второе колено, дополнительная обмоточка на второе колено сделали для того, чтобы лишний раз еще попрочнее сделать. Это вот в этом месте, если вы видите, да, где вот выходит хлыстик и вот эта часть. Визуально это не видно, но там тончайшая обмотка есть дополнительно, то есть что-то она убирает какую-то нагрузку и, скажем так, это все-таки большой плюс. Но, тем не менее, прям совсем увеличивать, усиливать это нельзя, потому что будет сразу потеря баланса и мы уже увидим другое удилище. Значит, дальше примененная технология, что я сказал выше, также дала нам увеличение жесткости. То есть, эту палку можно назвать, ну, вообще, любое удилище этой серии можно назвать практически жестким строем, практически быстрого строя. То есть, ну, я бы вот сказал, что пятерка, шестерка, это быстрый строй, семерка, восьмерка, это средний, быстрый, ближе к быстрому. Но если сравнивать с лидером предыдущим, эта удочка быстрее. То есть, кто может сравнить, сейчас в магазине они у нас есть, в магазине Мультифиш, приезжайте, смотрите, сравнивайте. Действительно, палочки очень превосходные. Дальше, сделали усиление на стыках колен дополнительно, это вот в этих местах. В шлифовках колен сама, то есть, это есть несколько технологий шлифовки колен, для того, чтобы, скажем так, колено не подклинивали и не заклинивали. Скажем так, после этих, есть еще технология обработки, ну, скажем так, специальный материал, типа тефлона, так называемый, да, когда вот на ощупь он такое-такое ощущение, что покрыт тефлоном. Но вот такая обработка колен, она тоже гарантирует не антизаклинивание. Поэтому вот еще одно изменение. Дальше изменение в хлысте. То есть, теперь в комплекте идет с удилищем полый жесткий хлыст, коннектор под него 1,25 мм. Можно докупить отдельно привитой спортивный хлыст под коннектор 0,65 мм. Я рекомендую коннекторы покупать только с Тонфо. Они прослужат вам не один, наверное, десяток лет. Значит, по дизайну вы сами видите, что дизайн изменился, дизайн в стиле карбон, так называемый. Ну, мне этот дизайн понравился. Я вижу в нем, скажем так, действительно стильность, элегантность, такая солидная расцветка. Хотели назвать лидер 2.0, как в передыдущем моем ролике, если вы смотрели. Но потом, когда, скажем так, посмотрели образцы, то, получается, так отказались, почему именно от аббревиатуры 2.0, потому что подряд, банально все просто, подряд было написано несколько цифр. То есть, не смотрелось лидер 2.0, потом 5.0.0 или 7.0.0. Очень много цифр, слишком нагромождено. То есть, только из-за этого отказались от этой аббревиатуры 2.0. Поэтому решили назвать лидер ПРО. Значит, я здесь немножко выписал показатели, самые основные. Но все показатели посмотрите, пожалуйста, на сайте Multifish. Это мой личный сайт. Соответственно, покупатели, все, кто покупает на Multifish, это покупают лично у меня. Я даю бессрочную гарантию на заводской брак. Не только на лидеры, не только на Сабанеев, а на все удилища, купленные в Multifish. Это и Волжанка, и Zemax, и Колмик, и очень много всего еще. Далее вы сможете получить две запчасти в год в период проведения такой акции. Пока такие акции мы проводили достаточно долго. Вот сейчас чуть-чуть из-за такой вот перетурбации с курсом. Чуть приостановили. Но вы можете посмотреть и на YouTube-канале, где ролики выходят. Большое количество комментариев, доброжелательных, спасибо. И не верилось, что такое возможно. Люди пишут, которые получили вот в колено бесплатно и на Фидера, и на Махи, и на Болонки. И не только на Сабанеев. Это мы проводили на Дайву, Мейджор Крафт, Спиннинги. Огромное количество людей получили. Сальма, Фидер Концепт. Очень много. Блаки Джон много еще можно перечислять. Все посмотрите. Все это есть. Ничего не скрываем. Сейчас, с учетом вот такой ситуации на рынке, ростом курса и так далее, все это играется. Мы чуть приостановили. Будут дальше они, постараемся. Не обещаю, но постараемся. Но, во всяком случае, вот в момент проведения таких акций люди получают. Итак, я скажу по поводу основных показателей. Но, опять же, на Multifish посмотрите под видео ссылочка прям напрямую в раздел моего магазина Multifish. Там и описание, и табличка. И можете в это верить, потому что это действительно правдивая табличка. Это не те каталожные значения многих компаний. К славу богу, не всех, да? Где отличается просто кардинально то, что написано в каталоге и то, что в реальности мы видим. Значит, диаметр Комли, где нигде не указано, я говорю сейчас. У пятерки 22,5, у шестерки 23, 25, у семерки и у восьмерки 27,5. По весам вес 130 грамм пятерка, 150 шестерка, 199 семерка, 266 грамм восьмерка. Потрясающее значение. По фактической длине крайне важный показатель. Наверное, все знают компанию Blackhall, которая у нас была на российском рынке и делала удочки там короче на полметра. Чуть короче делать удилища, баллонки, махалки – это норма. Найдите мне, как говорится, тот, который номинально соответствует фактической длине. Но когда это написано 7 метров, а по факту 6,30 или 6,50, ну это странно уже, да, совсем. Но минус 10-15 сантиметров – это абсолютная норма для всех удилищ. Тем более, эту норму мы перекрываем часто хлыстами. То есть, допустим, один хлыстик чуть подлиннее на 5 сантиметров, на 7, другой чуть покороче. Поэтому вот эта вот игра – это нормально, ничего странного в этом нет. Здесь именно такие фактические длины, как я описал, да, ни о каких там полуметрах, 30 сантиметрах быть и речи не идёт. То есть, это идеальные, чуть меньше номинала, но совершенно не критично, которые можно компенсировать хлыстом. Значит, транспортная длина – 122 сантиметра у пятёрки и 145 у всех остальных. Давайте сейчас разложим, посмотрим строй, насколько это возможно в условиях магазина. Итак, друзья, разложили. Как могу вам показываю, вот в таких вот условиях, но вроде бы неплохо. Смотрите, удочка как пикает, это пятёрка. Фактические длины, сразу скажу, смотрите на сайте Multifish, всё написано честно, как есть. Давайте нагрузим. Быстрый строй. Смотрите, работает хлыстик. Дальше идёт жёсткая палка. Если я сейчас начинаю нагружать ещё больше, видите, уже начинает работать дальше бланк, распределяя нагрузку. Но строй, как вы видите, именно быстрый. Так, это у нас пятёрочка. Дальше шестёрка. Сначала трясу, потом нагружаем. Смотрите, точность такая же палочка. То есть я её, чтобы пробить, протрясти, я её достаточно сильно приложну. Давайте нагружаем. То есть строй действительно быстро и не так легко её одной рукой это сделать. Смотрите, видите, какая работа. Точность так же. И дальше уже, вот сейчас я загружаю ещё больше специально. Вот ещё сильнее, сильнее, сильнее. То есть достаточно приличное усилие, ну где-то как практически килограмм прикормки поднять. Вот, да, практически килограмм прикормки от земли. Вот такая работа бланка. Видите? Прекрасный строй. Вот это вот тот идеал, который, с моей точки зрения, должен быть у махалки. Это идеальнейший строй. Значит, семёрка. Напомню, меньше 200 граммов. Семёрка. При нормальной длине. Смотрим. Точность так же. Пика. Видите? Нагружаем. Строй. Смотрите, точность такая уже работа, какая бланка. Я надеюсь, вы видите нашу белую стену. Сейчас попытаюсь сильнее. Ну, хрустнет, так хрустнет. Вот я сильнее подымаю, 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 нагружаю. Видите, уже пошёл бланк, уже середина работает. Уже предкомливая, еле-еле пошло коленце. Но вот это, ну, очень тяжело. И восьмёрка. С ней, смотрите, тоже показываю. Видите, классная палка какая. Практично, ну, не заваливается там хлыст. Смотрите, насколько она на восьмёрке. А я её держу одной рукой. Притом даже без, ну, не видно за кадром. Я под локоть её не забираю сейчас. Смотрим. О, уже тяжело махать потолок. Видите, и тут же остановка нагружаем. И сейчас чуть-чуть вбок её, вот как мы вываживаем, да. Вот смотрите, что был строй. И смотрите, какой строй восьмёрки. Просто прекрасно. Я вот сейчас вторую руку подключаю. Видите, и это вот уже очень сильно тащу. Ну, примерно, ну, как килограмм, да, при кормке я подымаю с пола. То есть это очень серьёзная нагрузка. Но, опять же, на дистанции удочка выдержит. Но близко только в подсачника рыбу крупную, пожалуйста. Эта удочка не предназначена, чтобы выволакивать карпов без подсачника на берег. Итак, друзья, посмотрели. Ну, с моей точки зрения, мне не стыдно за эту серию. Не то, что не стыдно. Я просто, ну, супер. Очень меня распирало раньше всё рассказать. Но вот сейчас практически час ночи. Мы с утра грузим, принимаем. Люди приходят. То есть фактически как вот в Сбербанке, да, по талончикам надо выписывать. Но вот сейчас час ночи, и я всё равно как бы на взводе хочу вам записать это видео действительно по горячим следам. Потому что удочки лучшие, с моей точки зрения. Найдите ещё что-то такое за эти деньги. С учётом поддержки запчастей. С учётом моей гарантии от Multifish бессрочной пожизненной набрак. С учётом того, что это удочки жёсткого быстрого строя. С великолепным балансом. С отличнейшими материалами 46-тонником углём, да, японским Торей. Плюс ещё это малый диаметр колен. Я вначале не сказал, но сейчас, я думаю, если кто не знает, на что это сказывается. То есть можно жёсткий строй сделать, я уже к вам как разработчик такую азбуку рассказывал. Можно жёсткий достаточно бланк, чтобы он не был колбасой, не был шлангом, сделать за счёт увеличения диаметра. Но тогда, в момент заброса и махания махалкой или баллонкой, или когда вы просто её держите и дюйт в боковой ветер, за счёт больших толстых диаметров колен будет большая парусность. Соответственно, вы получаете некомфорт в ловле, что просто тяжело банально в руках держать. Вы не можете пробить ветер, если это там семёрка, восьмёрка, девятка, махалка, если там ветер, да, или лёгкая оснастка, там полтора-два грамма, грамм вы ловите там на восьмёрку, семёрку, допустим. Вы не можете пробить ветер, то есть, этим маленькой громовкой, соответственно, сильнее стараетесь забросить. При этом сильнее, за счёт этого усилия, возрастает большая нагрузка на комливые, предкомливые колена. Соответственно, она чаще может сломаться. Постоянно могут возникать микротрещинки, да, скрытые какие-то дефекты от этого. Поэтому вот этот малый диаметр колен, при котором можно сохранить быстрый строй, это показатель, это можно сделать только из дорогого угля и никак иначе. Соответственно, мы здесь получаем тонкие колена, где вы можете одной рукой восьмёрку забрасывать совершенно спокойно, не напрягаясь, то есть, я, как бы, видите, не сильно там большой мужчина, вот, но я одной рукой правой забрасываю восьмёрку, совершенно не напрягаясь, даже в ветер. Я не говорю, что это порывистый штормовой в лицо ветер, конечно, нет. Ну, вот, банальные 99% любых рыбалок, и мне это несложно абсолютно делать. И было бы у меня колено толще, уже тяжелее. Было бы шланг, тоже тяжелее, там, и так далее. И, соответственно, как я сказал, за счёт того, что легко забрасывать, маленькая нагрузка мы можем сделать на низ, да, на комливые, предкомливые колена, маленькая нагрузка, мы можем сделать их потоньше, полегче, сделать лучший баланс. Вот, всё вот это в комплексе, это только то, вот, самые, скажем так, верхи, что я вам рассказал. Есть очень много нюансов, как слои накладывать при прега, там, да, и тому подобное. Но вот даже эти нюансы, они уже позволяют, скажем так, сказать с гордостью, что это действительно обалденные, классные махалки, на сегодняшний день лучшие, что есть. Вот, я рад, что они от компании Сабанеев, в общем-то, к которой я имею самое прямое отношение. Поэтому заказывайте в Мультифиш, обязательно подписывайтесь на соцсети. Большая к вам просьба. Для вас это несложно, для меня это очень важно. Внизу под видео вот такой пальчик вверх нажмите, кнопочку подписаться, кто ещё не подписан. Для вас это, как говорится, ну, ничего не будет. А для меня это лишний показатель того, что это видео вам понравилось, что в таком формате нужно снимать. Подписывайтесь на телеграм-канал, внизу под видео ссылочка. Внизу под видео ссылочка на раздел магазина Мультифиш, где можно купить эти удилища лично у меня и проконсультироваться. Я веду телеграм-канал, где отвечаю только лично я, ни в какой другой сети я, например, только я не участвую. Поэтому, если нужны какие-то вопросы, с радостью отвечу вам на канале, в своём канале, в телеграм-канале. Поэтому ссылка под видео. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Буду рад вам всегда помочь ответить. Ютуб-канал подписывайтесь и ВКонтакте. Это самые три вот таких соцсети самых важных. И два слова буквально про чехол в конце. Точность такой же чехол, как у лидеров. Первых, я считаю, что менять ничего не надо. Это прочный, надёжный синтетический чехол. На нём, по-моему, буксировать машину можно. Ничего с ним не будет. Так как это синтетик, он не впитывает влагу, не впитывает запахи. И, соответственно, он большой. То есть, сюда можно, если что, вложить ещё тубусики какие-то, что-то ещё упаковать. То есть, сюда, в принципе, входит аж две точно, а то и три удилища сюда входит. Вот такой чехол, не то что там узенькое что-то. И этот чехол не только транспортировочный. В нём просто приятно возить. Потому что это прочный, хороший, жёсткий чехольчик с клапаном на липучке. И внутри полностью здесь материал прорезинен. То есть, он не влага, ничего в него не проникает. Очень удобно. Поэтому подписывайтесь. Всего вам доброго. Покупайте Лидер ПРО. Это обалденные махи. Вы бы гарантированно будете довольны. И рыбаки на берегу вам будут завидовать. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok